Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня мы с вами будем делать пирожки с абрикосами. У всех уже, наверное, абрикосы растут. Вырастают уже конец лета у нас практически. И я думаю, что вы наверняка думаете, куда же их деть. И сегодня мы с вами приготовим эту необыкновенную вкуснятину. Тесто у меня сметанное. Я уже его приготовила, чтобы не тратить время. И также на него есть отдельный ролик, как я это все делала, готовила и оставлю в конечной заставке его. И также будет в комментариях, я или под роликом, скорее всего, оставлю рецепт теста. Также нам понадобятся, конечно же, абрикосы. Я их уже заранее отделила от косточек. Кстати, это делается очень быстро, чем, например, вишенка. И также нам понадобится сахар. Здесь я взяла 200 грамм сахара на 1 столовую ложку крахмала кукурузного. Я уже заранее тут все себе перемешала. Но мне почему-то кажется, что, скорее всего, у меня останется на следующий пирог еще. Вот. Так, вот уже, смотрите, видите, все перемешано. Так, и давайте приступим с вами делать пирожочки наши. Тесто я уже немножечко помесила. Немножечко оно у меня вот такой. Другой немножко получается, чем когда я делала его первый раз. Видимо, зависит от качества продуктов уже сейчас. У меня есть такая лопаточка. И я буду разделять на маленькие кружочки. Ну, какой-нибудь там, какого-нибудь размера, без разницы какого. Потому что в любом случае я потом у них ненужное тесто заберу. Поэтому можно просто вот так разделять. Так, раскатываем. Оно уже у меня... Уже согрелось тесто. Немножечко даже сужается. Вот. Раскатываем не слишком тонко и не слишком толстое. То есть это не дрожжевое тесто. Это сметанное. Там нет дрожжей. Вот. Поэтому оно как бы не будет как хлеб вот этот вот. Оно будет где-то, знаете, миллиметров пять, чтобы было. Чайную ложечку кладем. Вот так вот. И абрикосики наши. Абрикосики. Я их сделала половинками и не стала их резать еще на кусочки. Ну, где-то по четыре будем класть. Вот опять же тут вот лишнее. Убираем. Если где-то порвалось, можно вот так вот приклеить немножко. Вот так вот у нас такой хорошенький пирожочек. Так. Once again, вот так вот. Я ищу. Ну вот, смотрите, наши пирожочки с вами получились. Не так уж и много, но в принципе, вот так вот поесть на вечер, допустим, с небольшой семьёй вполне можно. Здесь, конечно же, у меня немножечко осталось, но это останется на следующий раз. У меня сметанка ещё осталась, я буду ещё готовить, чуть-чуть даже абрикосиков осталось. Так, теперь мы их отправляем в разогретую духовку, где-то до золотистой корочки, но там вы смотрите, сколько вы будете держать, потому что у всех духовка разная, и, конечно же, если газовая у вас духовка, то вы будете, скорее всего, держать дольше. Вот, то есть смотрите по своей духовке. Если у вас электрическая духовка, то, естественно, вы будете держать меньше, и, возможно, у вас даже получится вкуснее, потому что у меня с газовой духовкой не получилось подружиться. Так, отправляем, и теперь посмотрим уже, когда они приготовятся, что же у нас получится. Какая же у нас получится необыкновенная вкусняшка. Так, ну вот, наши пирожки с вами готовы. Вот такие они очень красивые, немножечко поджаристые даже. Вот так, посмотрите, как они красиво выглядят, немножечко у них сахар все-таки протек, сбежал, но ничего, все равно вкусно, с сахаром, конечно же, гораздо вкуснее. Вот, и давайте сейчас их попробуем, посмотрим, что же у нас там внутри. Вот так он выглядит немножко, да, он, как бы, такой. Наверное, все-таки крахмала нужно было побольше добавить. Вот так он выглядит сверху, тут вот немножко у меня залепленный. Так, вот так он выглядит сверху, давайте его разломаем. Угу, внизу все пропеклось, абрикосины сама и тут, кстати, вон там вдалеке тоже виднеется абрикосина. Давайте я его попробую. Ну, мы уже с семьей покушали, нам очень-очень просто безумно понравится, они действительно очень вкусные. И вы видите то, что и тесто здесь достаточно, то есть, немного не как дрожжевых, например, и начинки. То есть, блин, в принципе, классно, по ощущениям кажется, как будто это песочное тесто и начинка. То есть, по ощущениям это вот так, не как дрожжевое, например. Мне это, честно говоря, очень-очень понравилось. Так, давайте я его сейчас попробую. Он очень-очень безумно вкусный и в меру сладкий получился. То есть, ну, в принципе, сахара там было достаточно, но немножечко вот он сбежал. Но не у всех, в принципе, нормально, по-разному у всех. Вот. Но, в принципе, очень вкусно, мне очень понравилось. Готовьте вместе со мной. У нас также еще будет море других рецептов. И в моем плейлисте «Кулинария» там тоже очень много разных рецептов. Обязательно посмотрите. Я думаю, что вы для себя что-то интересное, необычное найдете. Также смотрите наши ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три годика уже. Также у нас есть фоны хорошего качества, живопись, обзоры на продукты, продукты с фикс прайса, обзоры на технику. Короче, там очень-очень уйма просто всего интересного есть на моем канале. Мой канал называется Artmania. Обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии и, конечно же, ставьте лайки. И всем пока-пока. До свидания. Пока-пока.